Доброе утро. Наш второй чекпоинт это Липси, районское водохранилище. Тут очень круто, смотрите какая красота. Большой водоем. Тут куча рыбаков, там пляжек. Сейчас куча людей голдеж, поэтому отошел поснимать более тихие места. Кстати воды не очень много, обычно тут уже вода внизу. Ночевали на берегу этого шикарного водохранилища. Также одно из наших любимых мест, но приехали уже по темному, ставили палатку, поэтому не снимал уже. Теперь управляемся на вторую часть нашего маршрута, это на старый Салтов, на Печенежское водохранилище. И будем там ночевать, будет у нас там вторая ночь. Если не ошибаюсь у нас 46 километров, ну где-то так. По факту будет больше, как всегда вчера тоже там накатали, где-то 40. Приехали уже где-то около 9, наверное. Пришлось в соседнее село заезжать в магазин за водой и за хлебом. Но хотя приехали сюда, тут оказался киоск, еще работал, но если бы знали. В лесу было тяжело, поэтому там и падали, а здесь проваливались в лужи, кое-как и речки помол немножко. Вот такой пляжик, где мы купаемся. Рыбка плавает. Ну да, дозрачная, все хорошо. Очень классное место. Поехали на маршрут. Велики чуть-чуть почистили, но колеса еще разные, но поездим. Закрываются. То есть в любых мест этот склон, видно, не видно, склон от водохранилища с видом. Очень красиво тут. Пополни запасов, да? Пополни запасов, да? Пополни запасов, да? Пополни запасов. Пополни запасов, да? Готово на старом салона. Там уже 6,5-я килогринам. Я думаю, что их подпадать будет немного, все подпадать поля. Недолго ехали по трассе. На 10-м километре примерно нашего маршрута. Торуга с трассы ушла налево. Началась такая бетонка. Вот поднялись, теперь пошел спуск. Сейчас спустимся, будет Мурумское водохранилище, люди уже в купальниках, значит пляж. Третий водоем нашего маршрута. Трубка сентратора слабилась у меня. Поехали, Мурумское водохранилище. Я настыкал снять на видео, потому что первым с тупкой надо было перекрепить. Первая сумка, что-то провязает и трёхозадное колесо. Дорога всё идёт полями. Трёхозадное колесо. Трёхозадное колесо. Трёхозадное колесо. Трёхозадное колесо. Трёхозадное колесо. На карте приложение Лизайн. Телефон включаешь, показывает точку на маршруте. Карту тоже. Ну вот, флайн-карты не работают в приложении, не знаю почему. Вчера пытались перестроить маршрут. И карты там подображаются очень неполные. Скорее всего рыболовные выставки. Что-то у меня чуйка, что я тут был. Затяжные, но очень красивые обхилы. Из-за медленной скорости есть время рассмотреть. Цветочки. Всё только цветёт. Земляника, но ещё и ягодок нету. Очень красиво везде. Еду на самой лёгкой звезде. Но можно и тяжелее, конечно. Но подустали немножко от этих подъёмов. Впереди у меня три вторая. Звезда. Сзади пятидесятое. Двадцать девятые колеса. Чтобы понимать. Ну или русский тридцать второй овал. Сзади сороковая. Ну двадцать седьмые колёса. И чуть легче у него велик, конечно. Вернее намного легче. Тут впереди вообще торчок. Мы, наверное, пойдём пешком. Поехалиonomепседы稼виловая. Менятое зоучика. И придём пешком, пешком. Пошел ты, пошли дождя. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое место нашли для привала. Это второе озеро после Муромского. Предыдущее просто было Рыбацкое. Тут тоже такие сплошные водоросли. Не покупаться, как я хотел. Ну, полянка для привальчика нормальная. Скорее пусть мы едем дальше. Так, скажу пару слов про наш экип. Вот мой вельчик. Вот Верн. Это наши самодельные сумки. Но была такая проблема. Свисала и терлась об колесо. Поэтому конструкция имеет значение. Для более высоких рам будет нормально. А так, конечно, самодельные мы как этот велик не очень сделали. Мне пришлось переложить Леру пуховую сюда в нарудную сумку с набитой. Ну, причем это сам карман. Основную нарудную мы даже не брали. Потому что реально вещей мало. Так, тут у Леры спальник, надувной кармат. Кофта, штаны. Ну, в общем, одежда. Сейчас расскажу, что у меня. Здесь нарамная сумка CoolChange. Тут телефон, кошелек. Какие-то там тряпочки. Здесь всякие ремкомплекты, ключи, латки, заплатки. Самое интересное здесь. Подседельная сумка RogoBex. Элька. А здесь у меня реально много. Здесь палатка. Ну, без прутиев только. Двухслойная самопалатка и тент. Велочехол. Спальник. Надувной каремат. Дождевик. Вся моя одежда. Это штаны, ветровка, футболка, трусы, носки. Ну, может, что-то еще. В общем, много здесь. Здесь у меня... Тут она почти пустая, на самом деле. Под центру я плоду горелку FarmApple. Приготовление пищи. Рядом с ней пихаю. Там у меня флизко. Прутья вот от палатки. Потому что подседельно они не очень. Ну, помещаются, но не очень. Всегда удобнее. Ну, такие там еда. Какие-то у нас там овсянки быстрого приготовления. Ну, короче, она пустая, в основном. Ну, здесь у меня гидратор с водой и там сникерс. Салфетка. Короче, вещи первого доступа. Ну, и все. Компьютер дизайн. Классный комп, но, надеюсь, допили это не приложение, потому что с ним реально тяжело. Пишут, что GPS-сигнал не найден. Когда он начал снимать видео, потерял сигнал. Вот это он дает. Что-то у меня отъехали с маршрута. Вот показано, как. Поэтому что-то он тупит. Что у него бывает, когда вот надо переложить маршрут, что-то у него неизменяемость. Вот мы сегодня 33 километра приехали. Сиди тут нету, не ловит нифига. Это Бермудский треугольник. Бывает, тут такие места, что не ловит GPS. 15,35. Ну, ничего, осталось нам чуть больше 10 километров. 13, может. Конечно, очень жарко ехать. Аж плоховато становится. Нужна сиеста. Такой родник нашли, посоветовали нам местные. Нам прям сюда на него ехать. Нам сейчас надо возвращаться. Вкусно? Угу. Волга, когда с однихой течет, она отрицательно заряженная. А когда ты носишь домой, она уже туда-сюда и положительная. Так, осталось там 7 километров до финиша. Вернее, до дамбы, до магазина. Вот, и решили выехать на трассу. Я посмотрел по карте, что сейчас поднимемся. По трассе будет проще. Сейчас опять по полям. Так, непонятно. Может, даже окороче. Вот. Что, решили чуть-чуть ускориться. А то, что уже 5 часов вечера. Еще не на месте. Ну, как вот в этой стороне не солнце светит. Вот это может. Ну, и сядь в другой стороне. Что вы не боитесь? Что вы не боитесь? Доехали, заезжаем с Тарисалдов. Тарисалдов, 1705 год. Ну, что-то мы на коне лище еще не видели. Так, даже не знаю. Стекучка. Играет музыка. Играет музыка. А вот ты, чтоnsinn. Играет музыка. Докум Spirit. Заанные русский愛. П증ды, кто�елся? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»